Я в первую очередь благодарю Комитет за возможность выступить и рассказать немножко об этой интересной области. Конечно, за 20 минут я успею прокомментировать лишь 5 случаев репрограммирования. Это первичная, вторичная эмбриональная индукция, антагонизм сигнальных программ в зародышей культуре эмбриональных стволовых клеток. Это репрограммирование областацист-сфероиды эмбриональных стволовых клеток. Это эпителемизентимальная конверсия в гастроли и осевая миграция мезоэндо- и нейроэктодермы. В процессе, который сейчас только-только начинает изучаться, появляются первые свежие страницы на лучшем журнале. И пятое, я останавливаюсь еще и на том, что мы с вами делаем, это особенности репрограммирования эпителемиальных сфероидов. Открытие первичной эмбриональной индукции Шпеманом и Мангл положило начало изучению репрограммирования фенотипа клеток. Под влиянием тканей индукторов клетки зародышевых листков быстро меняют фенотип. Открытие первичной индукции не привело пока к биопринтингу гастролы зародышевых листков или экстраэмбриональных тканей инвитера. Зато бурно развиваются технологии вторичной индукции, основанные на совместном органогенезе стромального и эпителемиального бесслойного эксплантата. Вторичные механизмы эмбриональной индукции работают воспроизводимо без помех инвитера. Хорошо известны посттрансплантационные эффекты фетальных тканей, связанные с мощной вторичной индукцией и восхологенезом. Однако методы получения фетальных лабораторных двойников тканей инвитера до сих пор не разработаны. Хотя эта проблема на будущее, поверьте мне, имеет такое же огромное значение, как проблема стволовых клеток. Мы просто сейчас, так сказать, увлечены другими вещами. Сигнальный антигоризм у ранних зародышей в культуре эмбриональных стволовых клеток контролирует автономную экспрессию зародышевых листков, экстраэмбриональной ткани, новых зачатков без примесей, я подчёркиваю, без примесей чужеродных тканей и соматических клеток. Сигнальный антигоризм создаёт селекционный фидер для развития однородных клеток из разных закладок или частей эмбрион. Второй важный такой очень пример сигнального антигонизма – это получение сфероидов. В отсутствии матрикса, сыворотки и адгезивной поверхности главных индукторов соматических клеток автоматически вырубается соматогенез и запускается сферообразование. И индукцию новых, я подчёркиваю, новых, совсем не тех, которых мы привыкли иметь дело для репатентных клеток, потому что и по протеоблике, и по профилю РНК – это клетки немножко другого фенотипа. Это всё-таки друг. Они иначе запрограммированы. Наиболее ярким примером лабораторного репрограммирования ранних и поздних лустостест остаётся так называемая эмбриональная тельца, эмбриональный стуловый клеток. Только клетки эмбриобласта или зародышевого диска, я тут взгляну на тех, что я не вполне согласен, только клетки эмбриобласта или зародышевого диска, но и другие клетки раннего зародыша, сохраняют компетентность для полного репрограммирования, я подчёркиваю, для полного репрограммирования, не частичного. Механизм этого вида репрограммирования до конца не изучен. Вот клетки эмбриоидных телец имеют максимально пластичный хроматин и рекордное число входных и выходных каналов для репрограммирования фенотипа и организованного поведения клеток. В основном сейчас, когда мы говорим о репрограммировании, говорят о фенотипе клеток и организованном коллективном поведении, целесообразном, нацеленном на какие-то, так сказать, целеполагающие важные фсиологические функции. Для биорепрограммирования эмбриональные стволовые клетки оказались уникальным розетским камнем, где на одном языке записан генез всех соматических клеток, на втором языке генез всех линий стволовых клеток, на третьем языке записана вся эпигенетическая память всех тех клеток, которые в этой системе, в зародише наделены целенаправленным поведением. Невозможно себе представить сейчас ни одной клетки, мы раньше думали, что это только к клеткам мирной системы относится, невозможно себе представить ни одной, даже самой простой соматической клетки без огромной памяти, потому что эти все клетки преимущественно работают в режиме новизны. Все клетки в организме у нас работают в режиме новизны, значит, всё время на стыке с эпигенетикой, на стыке с тем, что, так сказать, сохраняется в данный момент в памяти. И вот это очень важно, потому что, к сожалению, у нас изучение эпигенетической памяти клеток эмбриональных стволовых, в том числе и лабораторных, которые мы получали, очень отстаёт. Мы здесь, так сказать, методической базы хорошей не имеем. Четвёртый язык, опять же, у этого розетского камня, я подчёркиваю, одно и то же, в материи неорганизованной в виде эмбриотных телец, существует для адаптивной изменчивости фенотипа клеток другой специальный язык. Эти клетки могут фенотипически модифицироваться в стволовые клетки под влиянием клеток-индукторов или сигналов микроокружения. К сожалению, четвёртый механизм репрограммирования стволовых клеток набрал бы эволюцию ошибок у человека и теперь связан с метастазированием и возникновением раково-ствловых клеток. Уж что точно мы сейчас многое знаем из области раково-ствловых клеток, что именно пул эмбриональных стволовых клеток является непосредственным предшественником. Здесь происходят ошибки репрограммирования. Вот здесь, так сказать, в самое ближайшее время мы будем искать пациентов, у которых эти ошибки репрограммирования есть и тех, у которых в эмбриональных стволовых клеток, хранящихся, этих ошибок нет. Они, так сказать, находятся под меньшим фактором риска. В большой биологии сфероиды эмбриональных стволовых клеток используют для изучения факторов эволюции, космоса, невесомости и эпигенетики, контролирующей земное и орбитальное коллективное поведение клеток. Вы знаете, что я думаю, что вы догадываетесь, что вот эти направления мы как бы расширяем границы нашей биологии и плюрипотентной клетки. Мы двигаемся куда-то. И, конечно, космос, невесомость, корабли, они имеют огромную роль для стимуляции исследований в этой области, потому что это не прикладно, а это что-то гораздо большее, чем, так сказать, все остальное. В медицине ИСК использует для создания банков соматических клеток, для однократных или многократных пересадок. Я стараюсь вам рассказать, так сказать, в такой, ну, почти лекционной форме, такой для образовательной, о тех главных событиях в эмбриогенетике, которые связаны с их программированием. И сейчас я возвращаюсь к одной главной идее, с которой я ношусь уже 7 лет, и которую до сих пор даже мои друзья, они все до конца хорошо понимают. Это роль эпителио-мезенхимальной изменчивости, конверсии в естественном, так сказать, 7-минутном, каждодневном репрограммировании соматических клеток в стволовые и наоборот. Вот я начну с эмбриогенеза. 600 миллионов лет назад в результате эволюционного скачка вся масса мезоэндотермиогранд в гастроли, млекопитающих, стала возникать путем эпителио-мезенхимальной конверсии. Все изменилось. Вот эти слои зародышевые стали возникать из эпителиальных клеток новым механизмом в примитивной полоске. Это гигантский водопровод, так сказать, из которого течет новая, очень подвижная, пластичная, очень агрессивная, быстро мигрирующая масса клеток. Как показано на сладе, новообразованная масса мезоэндекимальных клеток благодаря рекордной подвижности осваивает новые территории зародыша. Благодаря этому зародыши стали расти, если бы не случилось этого события, не появился мезенхим, а все оставалось бы минимально маленьким. Далее мезенхим и мезоэндодермиогранд вновь реэпитализируются и перестают мигрировать. Так что эпителио-мезенхимальный цикл определяет период роста вот этого быстрая, так сказать, миграции клеток, захвата новых территорий, потом остановки, потом какая-то количественная сегментация идет, качественные какие-то изменения. В мезенхимальной клетке, теряя апикабазальную полярность и приобретая передне-заднюю полярность, быстро и направленно расселяется по новой захваченной территории. Вот именно для таких активных, одиночно-агрессивно мигрирующих клеток создаются программы и коды направленного коллективного перемещения и заселения. Я слушал многих наших, так сказать, маэстро, кто работает в области мезенхимальных стволовых клеток, тех клеток, которые максимально дал. Я до сих пор ни разу не слышал, чтобы кто-то рискнул пойти на работу по организованному поведению мезенхимы в инвитро, для того, чтобы показать, что вот эта высшая функция стволовых клеток сохраняется, продолжает присутствовать, что она, безусловно, именно эта будет функция выполнять, главные целебные функции, ни трофика, ни молекулы, которых очень много. Мы не можем большое сводить к малому. Наоборот, мы должны, так сказать, вот найти этот компонент в поведении коллективного клетка, который обеспечивает целебный эффект. И вот в связи с этим я хочу вам привести один пример. Что происходит? Это просто наглядно, и вы убедитесь. Это делает сам зародыш в гастроле. Он образует в примитивной полоске огромную массу мезенхимальных клеток, которые станут мезоэнтодерми. И вот эти клетки, как в авиационном строю на параде на Красной площади, они целыми, так сказать, вот эскадрильями, вот эти клетки в одной плоскости двигаются от каудального части зародыша, где находится примитивно, к головной части, продвигаются вперед. Вот видите, вот окрашенные клетки показаны здесь, на том слайде я показал. Они продвигаются вперед, потом возвращаются назад, при этом делают, как в полонезе, обмен между собой. Причем обязательно обмениваются не одиночные клетки, они в это время формируют дуплеты. Я потом говорю, дуплеты сейчас программируют не гигантскую роль. Мы сейчас только начинаем понимать, что двойную спираль мы понимаем, а дуплеты клеток, вот только мы начнем сейчас, в ближайшие годы, понимать, что такое для программирования дуплеты клеток. И как видите, вот после того, как они совершат вот такой цикл фланонеза, возвращаясь назад, они погружаются в мезентодерму и уходят на дно мезентодерна. Причем вот этот перекрест метит правую и левую сторону, так сказать, всех органов. Вот это имеет огромное значение. Аналогично гастроли, образование всей мигрирующей мезенхимы в нервные трубки происходит также механизмом эпителио-мезенхимальной трансформации. Смотрите, самое простое, эмбриогенез весь построен на этом принципе, использование вот такого быстрого смены эпителиального на мезенхимальный инфинатив, или, так сказать, наоборот. С последующей реорганизацией переднего головного мозга и лицевого черепа. Клетки актомезенхимы являются реальными прорабами нейрогенеза. Формируют множественные пулы нейральных стволовых клеток в новообразованных мягких тканях лица и кожи. Я вам уже намекал немножко раньше о том, что вот этот цикл эпителио-мезохибальных трансформаций, почти все циклы в ранних, поздних здоровьях, они обязательно связаны с образованием новых плюрипотентных клеток. То есть вот эта стадия, когда эпители потерял свой фенотип, но не приобрел мезенхима, а мезенхима ждет, так сказать, перемен, вот этот статус, он делает клетку совершенно, так сказать, в плане программирования необычной. Она максимально плюрипотентна, она никогда не бывает такой плюрипотентной в других ситуациях. Вот почему так мы часто, вот сейчас мы работаем с фироидом постоянно, мы так часто в нашей популяции встречаем популяции не только множества возникает новых эпителиальных клеток, мезохимальных клеток, но обязательно присутствует гибридная популяция эпителио-мезохимальных клеток, которая маркирует вот эту плюрипотентность. С точки зрения текстологии, плюри – это относится все к природе маточки, то есть к эмариональной стволовой клетке. Мульти – это то, что я получаю в сфероиде, я получаю в любой, так сказать, ткани. Вот это будет, потому что я не знаю, что такое мульти, соответствует оно. И вот теперь давайте вернемся к работе нобелевских лауреатов, которые вот последние, которые на фибробласты получили премию, которых мы все так здорово хвалим, и рассмотрим все-таки детально, что же они получили, а какая клеточная основа вот этого феномена. Посмотрите, что оказалось. В работах японцев фибробласты, которые трансформируются вот этими четырьмя генами, трансфицированные такие, так сказать, эпи-сумные, там какой-то так матрицы, которые вводятся, их вводят, она дает две стадии. Стадия частичной репрограммирования и стадия полной репрограммирования. Стадия полной репрограммирования достигает только 1% фиброблала. Это у них классических работ. Вообще рабочий порядок трансформируя в этих классических работах от 0,1% до 1%, выше нет. Что получается с этими клетками? Никто не изучал, так сказать, японцы сами не сделали эту работу. Я привез, так сказать, данные цифраферной съемки, там мы купили прибор, наш директор Аслан Амур-Альханович. Нам такой, так сказать, замечательный подарок сделал, и вообще очень поддерживает наше направление. Я хотел, так сказать, закончить тем, что выразить дирекцию нашей благодарность за то, что так хорошо это направление сейчас у нас развивается.